всем привет меня зовут никита вы смотрите вегмарт tv и вот сегодня наконец-то добрался до того видео которое хотел снять еще с 2015 года потом весь 2016 я его откладывал размышлял думал или не надо не надо раскрывать такую интимную достаточно информацию но уже вот в семнадцатом году и окончательно убедился но тут вот канал запуск покупка техники но в итоге сегодня вот я вам выдам я сегодня вам раскрою вообще святая святых я раскрою вам сколько стоит организовывать вегетарианские фестивали как некоторые говорят веган фесты мы сегодня поговорим не о бюджете непосредственно маркетов вегмарт но мы сегодня поговорим о бюджете вот мероприятие футболки которого я сижу это вега экспо 2015 года очень занимательные цифры будет сто процентов интересно я буду смотреть в компьютер озвучивать вам цифры сразу скажу все сто процентов настоящее ничего поддельного вот у меня тут просто есть excel таблица с которой мы собственно работали в течение мероприятия и все цифры которые я буду называть меня нет задачи что-либо преувеличить это вот те цифры с которыми мы на самом деле работали у меня улыбка потому что я понимаю насколько большая часть из вас к этому не готова и так 3 миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей 298 ну три миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей составил бюджет вега экспо 2015 это мероприятие проводилось в культурно вернее в конгресс на выставочном центре сокольники в павильоне номер 4.1 по моему и собственно поехали разбирать из чего сложилась эта сумма да вот такая вот сумма вот такая вот огромная до вход на это мероприятие был платный потому что я имею вот свой скромный опыт более семнадцати лет работы с ивентом я понимал что мы не окупимся бесплатного входа и сейчас я буду рассказывать из чего собственно сложилась эта эта сумма в три миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей итак самая крупная статья бюджета это сокольники под ключ она у меня называется ну то есть это аренда павильона в сокольниках это различные всякие доп услуги которые необходимы то есть вроде они как бы допы но на самом деле они необходимы организатор их должен взять для того чтобы провести мероприятие ну например мы взяли павильон но без электричества мы конечно могли бы подогнать генератор но у нас были такие мощности что мы не хотели дымить воздух и в то же время вот проще быстрее заплатить сокольником суммарно вышло 861 141 рубль все оплачено безналом поэтому сумма точная следующая статья расходов мы сейчас по техническим сначала моментом идем электрика электрика на этом мероприятии разводка просто вот раскидывание проводов то есть сначала мы платим за мощность самой площадке а потом мы раскидываем эти провода непосредственно каждому столу то есть чтоб розетка там появилась 60 тысяч рублей это обошлось нам на том мероприятии справедливости ради стоит сказать что там было у нас что-то в районе 90 мест не помню точно не хочу обманывать если кому-то потом будет очень интересно посмотрю и соответственно каждому нужно кинуть кафе потребляют больше там магазин одежды например ничего практически не потреблять телефон заряжает но в общем и в целом вот для того чтобы эти провода раскинуть пришлось заплатить прокатной компании 60 тысяч рублей цена рыночная даже в принципе ниже то есть кто-то там некоторые компании нам выставляли просчеты на 300 тысяч рублей до сразу оговорюсь естественно мы старались экономить на всем на чем только было возможно далее аренда рации 4000 рублей дешево и тут вот один из самых интересных пунктов следующий это организация гардероба аренда стоечек которые огораживали этот гардероб ленточек выдвижных вы видели такие в кинотеатрах но у нас своих нет поэтому мы арендовали также еще говорю что в самих сокольниках по умолчанию ничего нет вы просто арендуете павильон голый в нем есть пол две стены потолок освещение и возможно использоваться туалетом там металлические рамки нам подарили спасибо мне правда это было бесплатно хотя сна смогли еще взять и за это денег и было бы тогда не 861 тысяча тысяч там на 10 15 20 дороже не знаю сколько они стоят вот значит мебель вместе с гардеробом плюс баки инвентарь для уборки обошлась нам внимание двести семьдесят девять тысяч семьсот рублей отдельно гардероб с ленточками плюс детский туда вошла детская площадка детский батут отдельно вот у меня есть гардероб значит детский батут гардероб имеется ввиду люди которые в нем работают номерки все 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 на плюс вот эти вот столбики с ленточками было достаточно много вот это вот обошлось нам 110 тысяч рублей ну честно сказать все таки 15 год три года назад было сейчас я уже все так прям досконально не упомню но цифры сто процентов верны дальше шатры в которых стояли участники мы отказались от застройки квц сокольники по той причине что она стоила копеечку а у нас была задача естественно сэкономить и мы пошли на уникальный достаточно ход мы договорились с прокатом шатров 3 на 3 в которых специально под наше мероприятие перешили крышу чтобы через нее проходил свет оставили такой белый кант и вот аренда шатров на этом мероприятии обошлось нам триста пятьдесят пять тысяч рублей ровно ну и доставка все установка монтаж-демонтаж так что еще тут есть ну все это незначительно в общем и в целом сейчас выделяю всю техническую часть миллион шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот сорок восемь рублей вообще недорого сэкономили ну кстати вот это я сейчас конечно сарказмом говорил но скажу вам честно это на самом деле с точки зрения организации выставки не очень дорого это достаточно стандартные цифры и на сегодняшний день в 2018 году это точно вышло бы дороже дальше печать что мы печатали мы печатали браслеты мы покупали на входе мы их клеили 16500 рублей мы печатали билеты для того чтобы продавать их на входе 8900 рублей просто было очень много посетителей и соответственно макет печать причем по моему она была оперативная поэтому такая цена были шарики мы их раздавали просто бесплатно первым посетителям 6000 рублей вот эти вот футболки в которых я сижу получили все участники выставки то есть те кто участвовал компании некоторые по 2 и плюс кое-что мы разыграли 64 тысячи рублей на сегодняшний день где-то 90 это бы уже стоило сильно цены выросли пакеты 3200 рублей бумажные не помню что мы с ними делали не могу сказать флэйра на это мероприятие рекламные 5400 рублей то же самое сегодня бы это стоило совершенно других денег флэйра лежали в джаганатах афиши 1300 рублей это то что мы развезли по москве поклеили в различных точках кафе так каталоги плюс баннеры ну насчет каталоги каталога все-таки по моему не было у нас но был какой-то намек на это она конечно же были имеется ввиду пресс-волы и различные рекламные материалы которые были разрешены по площадке 36400 рублей значки плюс еще какие-то флэйра не могу сказать 13400 но если здесь это записано то эта трата была то есть на тот момент я бы этот бюджет конечно расшифровал бы намного лучше чем сейчас три года спустя изготовление презентации и некоторых макетов 5000 рублей ну то есть изготовление самих макетов человек на фрилансе нам изготавливал потому что я не дизайнер собственно остальные люди кто на выставке работал они тоже не были дизайнеры печать то есть печать и затратники вот эти так называемые пост материалы если говорить профессиональным языком вышли на сумму 160 тысяч 100 рублей едем дальше реклама на вконтакте мы потратили сто тридцать две тысячи сто рублей ну на различные там ресурсы а нет стоп постинг а это мы только на закупку постов в сообществах на приглашение ну что-то там еще было наверное покупка блогеров каких-то постов сейчас тоже не упомню сто тридцать две тысячи сто таргетинг вконтакте плюс различные директы контексты двести сорок тысяч рублей а на фейсбуке мы потратили семьдесят шесть тысяч двести отдельный я еще открутил на 8400 рублей со своего кабинета вконтакте вот вижу один вид не очень легальная реклама не буду его называть мы делали на 50 тысяч рублей он обошелся собственно дизайн всего всей всех вот этих вот баннеров флэр очков и прочего для этой самой рекламы и для прочих других нужд то есть зарплата дизайнера за этот проект составила 45 тысяч рублей ну включая сайт изготовления и много там всяких разных бонусов опять-таки за этот объем работы это вполне рыночная цена сегодня и и я думаю что плюс-минус за эти же деньги бы и сделали также у нас были вложения мы пытались привлечь спонсора с моим тогдашним партнером сережей добра странным мы вложили этот процесс 50 тысяч рублей до спонсор один привлекся хотя в общем можно было не вкладывать но это уже отдельный разговор покупка доме на вега экспо точка ру покупка телефона на которые отвечал сотрудник и еще какая-то мелочевка не указана какая 6100 рублей транскрипция отчетов и так это мы собирали обратную связь от тех кто участвовал в выставке юля наша сотрудница обзванивала всех участников и потом мы это переводили в текст 2400 рублей покупка программ для работы с пиаром 13200 и того 623 тысячи 400 рублей обошлись дизайн плюс затратник реклама плюс у транскрипция отчетов и покупка программ которые мы в дальнейшем пользовались естественно не один день но в рамках этого бюджета эта сумма незначительная еще раз реклама 623 тысячи 400 рублей зарплата рекламщиков эту сумму не включена давайте теперь еще зарплату рекламщиков мы приплюсуем так вот у нас работала тогда мария работала работал у нас еще петр 696 тысяч 400 рублей ну можно в принципе округлить реклама этого мероприятия обошлась нам в 700 тысяч рублей и те цели которые мы поставили себе для этого мероприятия на тот момент сумма не могу сказать на сегодняшний день что она была оправдана нет можно было обойтись тысяч на 200 на 250 можно было бы ее сделать меньше и на сегодняшний день ее можно было сделать меньше но это было вообще второе вегетарианское мероприятие в моей жизни во многом я находился под влиянием партнеров ну под влиянием этих же людей которые у нас работали я на все горел да самое интересное что тоже вас может шокировать вполне персонал то есть люди которые помогали нам работать на самом мероприятии и подготавливать его в течение около двух месяцев к нему готовились обошелся нам 763 тысячи восемьсот 50 рублей сейчас вам разберу прямо по полочкам курьеры 2000 рублей моя подруга которая работала со спонсорами она очень хороший продажник работала со спонсорами собственно этого спонсора привлекла мы заплатили ей 30 тысяч рублей так аниматор на детской площадке 10 тысяч рублей на весь день обошелся так вот маша пиаром у нас занималась 38 тысяч рублей получила оклад за проект ну на сегодняшний день тоже это достаточно стандартная распространенная цифра если вы хотите толкового специалиста по smm контексту и в принципе продвижению в интернете это вот где-то столько стоит за проект клининг на площадке 21 850 очень интересный пункт марат век т.в. есть такой век т.в. у нас старый канал мы пригласили марата чтобы он отснял все площадки у нас было две площадки с мастер-классами основная сцена плюс 2 лектория ну и там было пять или шесть операторов то есть чтобы вы просто понимали тоже сколько обходится работа операторов 36 тысяч рублей дима помощника работал администратором непосредственно на площадке в день застройки координировал эту самую застройку 10000 рублей бухгалтерские услуги по мероприятию 30000 рублей собрать со всех документы это все длилось потом еще более полутора лет так отдельно еще один оператор 5000 рублей не пошел мне не не попал в ту схему диджей диджей да диджей был все помню 5000 рублей до на все мероприятие отдельно мы оплатили дорогу одному из спикеров 10 тысяч рублей охрана 19 тысяч рублей очень дружеский дешевый ценник на сегодняшний день то что тогда для нас сделали обошлось бы нам в каком-нибудь чопе от 40 то думаю 50 даже тысяч рублей была у нас девушка ирина она обрабатывала отдельно блогеров просила их рассказать о нашем мероприятии и в принципе можно туда включить в рекламу ну то есть там за 700 тысяч рублей вышла реклама 7000 рублей мы заплатили за месяц ну в идейный человек за копейки фотоотчет 10 тысяч рублей стандартная тоже московская такса хотя сейчас нам делают дешевле но это прям вот супер идейные люди еще один специалист непосредственно по smm продвижению по вк по фейсбуку 35 тысяч рублей за проект а мы нанимали троих монтажников не могу сказать что это молонтеры это все-таки гости средней азии которые непосредственно были заточены на узко специализированный труд по расстановке столов мебели перетаскиванию приколоти принеси подай 11 тысяч рублей три человека работали с нами всю ночь с вечера до ну не сутки там около 16 17 часов без нас нами работали менеджер в отдел продаж 30 тысяч рублей так еще одна помощница не помню чем она занималась 3000 рублей что-то делала наверное волонтеры это те люди которые тоже помогали нам с мебелью с монтажом и с демонтажом 13500 на сегодняшний день эта сумма просто в разы выше потому что тогда это был прямо реально идейный труд а сейчас когда нужно делать век март каждый месяц никто за идейный труд не готов приходить то есть людям мы платим совсем другие деньги на сегодняшний день у нас каждый век март вот эта вот волонтерская работа обходится ну где-то в районе 30 40 тысяч рублей иногда до 50 в зависимости от сложности площадки хоз расходы покупки всяких скотчей веревок и прочего 10 тысяч рублей отдел продаж внимание 400 тысяч рублей в отделе продаж работал небезызвестным многим вам игорь жукарев организатор вег life expo ныне собственно что и требовалось доказать где опыт был получен и контролеры это те люди которые работали на входе их было не то 6 не то 8 человек там была целая бригада и на сегодняшний день тоже это обошлось бы совершенно другие деньги точно не в 27 500 как это вышло в 2015 году я думаю это от 40 тысяч то есть подытожив еще раз 3 миллиона 175 тысяч рублей сегодня на самом деле обошлось бы нам где-то в 3 500 вот такая вот астрономическая касса вот в такие деньги обошлось нам бегать по 2015 и ну для чего я вообще все это рассказываю казалось бы это очень интимная информация с точки зрения организатора все дело в том что последние вот три года с 2015 как я начал заниматься мероприятиями на сегодняшний день когда вегмарт проходит уже каждые последние выходные месяцы в москве я регулярно слышу куларные разговоры у себя за спиной о том что я миллионер о том что я зарабатываю несусветные деньги на этих маркетах что участие в маркетах дорогое разумеется это видео во многом и даже на в первую очередь направлены на участников наших маркетов потому что среди них ну вот абсолютно каждый второй считает что мы миллионеры я действительно был миллионером до того как начал заниматься этими мероприятиями в этом весь совершенный парадокс потому что я занимался организацией концертов у меня был собственный ночной клуб но я в какой-то момент сделал выбор между своим собственным предназначением в жизни а я чувствовал что то чем я занимаюсь сейчас это и есть мое предназначение и зарабатыванием денег я очень быстро перестал быть миллионером мне пришлось вообще очень сильно переначивать свою жизнь очень от многого отказаться для того чтобы эти мероприятия начали проходить на сегодняшний день мне удалось добиться колоссальных успехов именно снижение затрат потому что вдумайтесь цифры аренда мебели 300 тысяч рублей мы просто вот за мероприятие платили 300 тысяч рублей причем таких мероприятий мы провели несколько пока я не запустил вегмар и не приобрел собственную мебель для проекта собственно вот каждый раз платились плюс-минус такие суммы там от 200 до 300 аренды сокольников когда мы проводили мероприятие в сокольниках мы всегда платили такие деньги более того я вам хочу сказать что это хорошая цена то есть мы торговались нам давали скидки мы выбирали свободные павильоны мы ждали даты то есть если мы ткнули пальцем в павильон и сказали что мы хотим здесь вот тогда-то тогда-то этот павильон обошелся бы нам дороже также мы очень торговались за дополнительные услуги чтобы не переплачивать за них то есть в этом бюджете ну все по делу в нем ничего лишнего нет и на сегодняшний день то что мне удалось во первых в восемнадцатом году продавать места на маркете за те же деньги за которые мы продавали в пятнадцатом это очень большой успех но это понимают просто единицы второе бюджет вегмартов я специально не хочу раскрывать потому что но в этом есть и коммерческая тайна и в принципе мне не хочется чтобы эта тема как-то муссировалась и для того чтобы всех вас опустить на землю немножко протрезвить и обдать вот из этого чана со льдом с холодной водой окунуть вас я и решил поделиться с вами вот этим вот бюджетом потому что он очень показательно он показывает сколько на самом деле стоит провести вегетарианское мероприятие потому что когда я на словах людям говорят вы не понимаете это очень дорого стоит ли день не вот и правда не понимают сейчас я надеюсь что понимание это появится хотя бы участников также хочу вам сказать что на сегодняшний день в 2018 году абсолютно все услуги подорожали то есть 15 год это был еще переходный период когда доллар уже вырос но люди еще как бы этого не осознали и цены еще росли очень плавно и мы находились где-то вот в начале вот этой кривой взлет это на сегодняшний день мы находимся вот в самой верхней ее точке и то что стоило вот здесь пятнадцатом году по некоторым услугам 15 тысяч рублей сегодня мы за это платим 35 ну и разумеется как я решал этот вопрос мы купили свою мебель мы купили например всю электрику мы приобрели свою мы только обращаемся если к услугам компании то по тем вопросам в которых мы не специалисты а мы очень много всего купили своего чтобы это больше никогда не арендовать потому что цифры колоссальные ну и собственно приобрести это все стоило тоже огромных денег то есть работа прокатных компаний она тоже этих денег стоит никаких вопросов тут лишних быть не должно просто нужно принять что на сегодняшний день организация мероприятий стоит вот столько если кому-то кажется что можно организовать мероприятие за двести триста рублей тысяч триста тысяч там четыреста пятьсот не говорим у тебя суши вот вот реальный разговор одного из наших участников так ну чего вас там смотрите у вас там аренда на r1300 у вас там ну наверно чуть но на рекламу там о чем 50 надо тратить ну 100 надо ну и чего остальное все ваши дорогие друзья я вас очень разочарую на сегодняшний день бюджет каждого век марта также превышает миллион рублей тут как бы цифра сильно очень изменилась мне удалось и снизить путем вложения большого очень количества денег просто я бы даже сказал астрономического количества денег в ту же мебель и вот в эти материалы так сказать расходные да они нам сейчас очень сильно удешевляют все и это дает возможность участникам участвовать за те деньги которые это стоило в пятнадцатом году нам это дает возможность собственно наконец-то вот перейти немножко от выживания и постоянного думания о том где же взять деньги чтобы покрыть такой огромный бюджет каким-то стратегическим планом к саморазвитию как вы видите проект вегмарт постоянно растет вот я например вот эту камеру на которой сейчас записываю я тоже купил денег которые принес мне маркет вегмарт это очень здорово теперь я буду с вами делиться не только камеру еще вот микрофон за 1000 рублей купил теперь я с вами буду делиться этой информации если у вас остались какие-то вопросы задавайте единственная большая просьба если вы вообще досмотрите это видео до конца пожалуйста не надо рассказывать нам что можно было бы сделать так а можно было бы сделать так у нас каждый суслик агроном как известно стране и специалистов организации мероприятия как только дело доходит до поболтать у нас ну каждый второй как только дело доходит до организовать оказывается что никого кроме меня там еще пары человек в стране нету кто в состоянии этим заниматься поэтому еще раз вы можете обратиться к тем цифрам которые я озвучил я вам даю свое слово что это сто процентов реальный бюджет по которому мы работаем если вас будет интересовать окупилась ли вега экспо 2015 или нет на деле было одно из немногих мероприятий которые финансово состоялась нам даже удалось заработать на нем денег но за счет того что предыдущие были сильно нет не выгодны прибыль с этого мероприятия практически в полном объеме пришлось пустить на то чтобы погасить собственно вот те долги которые были поэтому до мероприятия могут быть прибыльными мероприятия могут быть убыточными но во первых больше на канале вегмарт я не хочу возвращаться к этой теме я закрываю вот этот гештальт один раз здесь и сейчас эта тема очень наболевшая потому что перед каждым маркетом мы получаем сообщение от участников что мы барыги что мы наживаемся на идейных этичных проектах я уж не говорю о том что все веганское сообщество считает нас какими-то я не знаю но опять-таки миллионерами которые ну чё там за 300 тысяч взял на полтора миллиона продал нормально точно миллионер ничего подобного организация мероприятий это очень тяжкий труд это формирование команды это работа целой команды это ребята вы сейчас понимаете хоть что это такое в цифрах поэтому не стоит давать нам советы не стоит рассказывать нам что можно было бы изменить потому что во первых это уже прошло а во вторых на сегодняшний день все выводы уже сделаны и изменено очень много и если бы они не были сделаны то эти мероприятия просто бы не проходили потому что когда я говорил что я был миллионером когда владел ночным клубом не означает что мне был миллион долларов у меня было несколько миллионов рублей но собственно они вот такими мероприятиями были бы загуглены очень и очень быстро поэтому всем спасибо за внимание если кто-то когда-то в вашем присутствии будет говорить о том что они гады коммерческий проект не этичный они вообще не имеют права претендовать на вегетарианство не имеют к этому отношения вы можете смело показывать им это видео если кто-то из участников маркета будет говорить вам о том что да они миллионеры да ведь что там они вот он мне продал это место тут за 15 тысяч а на самом деле оно по 5 обходится ничего подобного выгодность этих мероприятий оценивается в 10-15 процентов от общего бюджета это просто ну поверьте золотые цифры если это так на сегодняшний день в 2018 году в 15 было несколько иначе да там было чуть получше что подписывайтесь на канал ставьте лайки следите за нашими обновлениями знакомьте людей с правдой знакомьте людей с тем как на самом деле обстоят дела в ивенте как обстоят дела в зоши венте потому что многие думают что зоша но он чем-то сильно отличается от не зоши вентов для ничего подобного плюс-минус все одно и то же те же самые бюджеты как традиционных я не знаю выставках маркетах то есть все что вы сейчас увидели вы можете там в процентном соотношении уменьшать увеличивать и вы получите в зависимости от масштаба мероприятия вы получите вот примерную в процентном соотношении бюджет бюджетную раскладку любого мероприятия которое связано с выставочной деятельностью или с маркетной все на связи с вами был никита ждите еще видео подписывайтесь лайкайте рассказывайте друзьям всем пока подписывайтесь на мой канал